доброе утро ребята у нас очередное включение замечательного острова провиденциалис и я вам немного решил снять территорию нашего яхт-клуба смотрите какой замечательный вид открывается с обратной стороны нашего билдинга то есть я стою у нашей двери вот смотрите вот на building number building unit number six building d вот такой замечательный вид то есть такой пролет тут у нас получается 1 2 3 4 4 апартмента на одном этаже и мы с вами находимся на втором этаже вокруг куча вилл еще раз напоминаю мы находимся в районе картолков один из районов это можно сказать северная часть острова провиденциалиса и где-то в самой середине то есть очень удобное местоположение со всех точек зрения смотрите пальма тут на пальме растут у нас кокосы причем их уйма вот но речь сейчас не об этом решил немножечко снять вам обзор по территории нашего отеля и показать как замечательно выглядит то есть вот стоит здание вот там у нас север там у нас грейс бэйн опять же мы находимся в районе тарталков здесь прямо находится с мисс риф единственное место где можно не единственное одно из единственных мест где можно про поснорклить вот но давайте пройдем по территории я вам покажу то есть на самом деле я был очень впечатлен очень впечатлен самой недвижимостью вот ее местоположение с этого точки зрения все замечательно и все супер а вот здесь четырехэтажный building вот это даже есть лифт на самом деле неожиданно и как бы тоже очень приятно то есть если вы приехали надолго на неделе 2 3 4 то можно поднять на этом лифту свои вещи дальше вот территория отеля паркинг причем наличие свободных мест достаточно вот и как бы тоже не проблема и вокруг вокруг можно сказать замки шикарные дворцы виллы мы идем с вами как раз таки после дождя дышать свежо вот подтверждение того что мест достаточно вон свободные места вот здесь отдельная пристройка там тоже как бы есть место для парковки вот такая замечательная территория отеля вот опять же говорю это яхт club он находится прямо у марины 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 для тех кто как бы это больше владеет русским марина это не имя человека не имя девушки марина это лодочная станция либо яхт станция но на английском называется марина либо многие может быть слышали субмарина вот и это соседний билдинг но опять же те билдинги четырехэтажные ну и смотрите как бы не все есть как бы и три четырехэтажных билдинга вот на самом деле по качеству недвижимость очень шикарная я условно говоря обалдел давайте мы обойдем вокруг а вот и это то где тоже можно припарковать машину то есть это под крышей вот люди отдыхают конечно же тут непростые владеют недвижимостью а тоже как говорится сливочные ребята поэтому вот давайте мы осмотрим все детали территории и я вам укажу о плюсах недостатков недостатков на самом деле я еще не да не нашел то есть вот территория ограждена постоянно охраняется то есть не просто так сидят охранники они ходят каждый не каждый вечер они ходят через каждые 15 минут проходят территорию вот и смотрят чтобы на территории не было незнакомых людей мы первый день даже приехали прошлись и нас заметили на заметили то есть уже потом выучили и подходили даже к нам и здоровались охранники то есть смысле выучили в том плане что они сразу же к нам подошли и и спросили потом уже как бы подметили вот что вы тут делаете и т.д. и т.п. и вот кстати мы выходим с вами на марину то есть это крайнее здание здесь было и вот сразу крайнего здания там забор там тропинка опять же марина вот смотрите яхты можно припарковать свою яхту кто-то уже как бы само утро у нас 9 часов и уже уехал посмотрите какие шикарные пальмы какой шикарный вид открывается просто но реально к не к чему придраться вот на самом деле как говорится если захочешь всегда можно найти к чему придраться но реально я даже не знаю к чему здесь придраться то есть я имею ввиду территорию яхт клуба кстати вот это место здесь как бы два даже места это относится к нашему юниту в котором мы остановились мы арендовали яхту парковали ее здесь но опять же если вы как бы будете пользоваться этим юнитом нашим и приедете сюда то вот здесь вы можете припарковать свои яхты вот такой замечательный вид марина то есть тут и уйма яхт то есть понятно как бы часть принадлежит владельцам но опять же я сказал что марина это не только значит что как бы тот кто становился в яхт клубе значит может парковать здесь свои яхты либо причаливать то есть там есть отдельный вход марину сюда могут заходить даже яхты и лодки как бы не обязательно проживающих здесь в клубе и вот так вот она выглядит это парковочная даже два парковочных места и вот смотрите замечательный вид на наш яхту ну на самом деле как бы утро вот замечательно смотреть особенно отдыхать когда другие работают смотрите то есть утро и и здесь в полном ходом идет уборка чистка и опять же повторюсь то есть это самое лучшее место то есть за мои последние пять лет вот места где я отдыхал это лучшее место для отдыха посмотрите не к чему придраться реально не к чему придраться то есть очень идеально очень красиво все как бы в ярких красках то есть до отдыхали мы в порта рико там снимали как бы кондоминимум но это отдельная история к тому что я вам сейчас показываю территорию яхт клуба то есть ну реально я очень впечатлен и наша сделка должна состояться вот и как бы я загорелся очень хотел сказать это вот то есть и вот это первый билдинг это второй и наш средний то есть но как бы просто шикарно слово возвышенно слово неповторимо слова неописуемо просто как бы мало и смотрите вот даже ящерицы вот тут есть специальный остров где большие ящерицы это маленькая ящерица не везде тут гуляет вот побежал вот и давайте я подойду немного к бассейну расскажу вам немножко больше о бассейне покажу то есть вот такая шикарная территория высокие пальмы на каждой пальме у нас кокосы вот и опять же напоминаю вам что мы находимся на территории яхт клуба то есть буквально вот метров сколько тут 60 70 от вашей лодки к юниту апартмента в котором вы можете жить бассейн на самом деле тоже шикарный я в него как бы еще не разу не залазил мы уже тут наверное больше не больше недели а ровно около недели вот если же киеве то есть всегда изобилие свободных мест единственно что как бы такие вот замечательные столики тут у бассейна вот единственно что нельзя стекло подносить бассейн но это понятно и вот как я вам сказал то есть все многие отдыхают а другие работают и это приятно снимать и это как говорится добавляет приятных эмоций и приятно впечатлений конечно же пребывание здесь очень воодушевляет то есть посмотрите насколько чистая вода бассейн они чистят бассейн сам уникальный такой ступенчатый посмотрите но опять же я говорю что не было возможности у нас не было большой возможности провести здесь много времени потому что пляжи шикарная мы с утра поднимаемся позавтракали и поехали на пляж поэтому ну реально реально как бы даже немного жалею что мы не можем уделить много времени территории замечательной территории и замечательному вот этому отелю посмотрите это территория я клуба то есть ну реально я даже не могу найти изъяна да там у нас в unity есть моменты как бы но опять же это специфика людей которые как бы этот юнит предлагают вот и как бы там чуть ли крошку лишнюю бояться чтоб упала на пол но это как бы отдельная история про это я не буду рассказывать здесь покажу вам правила пользования бассейном вот такой шикарный огромнейший бассейн находится у нас на территории нашего комплекса вот и водичка чистая и я говорю что ну реально у нас даже нет возможности окунуться в этом бассейне просто не не хватает времени не хватает времени не хватает момента чтобы насладиться вот этой вот прелестью потому что хочется посмотреть много но для тех кто уже не первый раз например на острове тот то уже не первый раз отдыхает на 13 кайкас люди многие уже здесь по десятому разу они приезжают сюда влюбляются в это место и больше в другие места не ездят то есть ну я про себя лично могу сказать что я только влюбился в этот юнит юнит который мы снимаем на самом деле хороший так вот что я вам хотел сказать то есть за последние пять лет форта рик отдыхали отдыхали на а вот такого классного апартмена такого классного юнита в котором мы живем то есть собственности где мы остановились номера я не встречал то есть я беру вы то как бы это в рассмотрение все нюансы это положение это сам билдинг это охраняемость территории насколько она озелено озеленена насколько как бы она чиста насколько она как бы ярко насколько на этой территории находится незабываемые и оригинальное растение насколько присутствует неповторимой краски вот по всем этим факторам это лучшее место и вот мы проходим сейчас вот этот балкон на втором этаже это как бы тот юнит в котором мы остановимся понятно что внутри там нет стиралки вот на 5 же то опять же я говорю проблема того собственника который был до нас то есть проблема собственника который даже экономит на воде какие-то там поставил счетчики и выбивает этот выбивает как же это называется выбивает брейкер на английском брейкер даже уже на английском больше знаю как он называется выбивает типа как предохранитель такой переключатель большой вот свет если вдруг там больше использовался воды но реально один два человека сходил и она уже выбивает вот то есть вот такие вот нюансы опять же но если номер по более менее нормальные номера здесь ну как бы другие хозяины он раздают по 450 долларов за сотки вот и у них получается все есть вот видите тут даже зазывают познакомиться мужчина зовут мужчин так что приезжайте сюда и наслаждайтесь не успели выйти до народа сейчас тут особо нету вот но через парочку дней должно приехать наверняка потому что будет рождество вот и будет народа тут гораздо больше я единственно хочу как бы запечатлеть вам еще раз территорию этого отеля конечно же у нас будет еще одно исключение еще будет осмотра дополнительной части этого я клуба потому что на самом деле как я сказал это лучшее лучшее место в котором когда я либо останавливался идут место положения по отношению к пляжам то есть центре расположение к и доступность кафешек за территории отеля но тут вообще даже не нужно рассматривать и кафешки потому что они у тут даже в радиусе 100 200 метров здесь находится 33 34 кафешки то есть там территория другого отеля и все собрано как я сказал в районе досягаемости но опять же не хочу делать очень длинное видео давайте лучше я сделаю еще два-три включения сделаем дополнительный осмотр территории этого яхт-клуба еще раз напоминаю мы с вами находили находимся на острове провиденсалис это терксен кайкас вот и делаем осмотр замечательной собственности замечательного кондоминума где каждый из вас может остановиться все ребята до скорых встреч до связи и следите за мной пока